Трансерфинг – это учение, позволяющее творить невозможное с обыденной точки зрения, а именно перестать сражаться за место под солнцем и легко брать своё. Вадим Зеланд, автор книг о трансерфинге, говорит, «Реальность существует независимо от вас, до тех пор, пока вы с этим согласны». Согласны ли вы продолжать бороться с бурным и непредсказуемым течением жизни, или готовы узнать о главных семи принципах трансерфинга, с помощью которых вы сможете направить течение вашей жизни в нужное вам русло. Итак, принцип первый – пространство вариантов. Согласно концепции реальности, описанной в трансерфинге, мир имеет бесконечное количество вариантов реальности. Это означает, что мир можно воспринимать как некую информационную структуру, содержащую бесконечность вариантов реальности с их индивидуальными сценариями и декорациями. Разум, а точнее фокус внимания, путешествует по линиям пространства вариантов, линиям жизни, как энергетический потенциал, и материализует вариант, на который он настроен. Из этого следует первое правило трансерфинга. Излучение мысленной энергии вызывает материализацию соответствующего варианта. Это значит, что мысли, которые мы передаем, незаметно переносят нас, нашу материальную реальность, на линии и секторы пространства вариантов, которые соответствуют нашим мыслям. Мы не можем изменить сценарий, заложенный в текущем варианте, то есть изменить сектор пространства вариантов. Однако мы можем выбрать другой сценарий и перейти к другому варианту, изменив параметры нашей трансляции, наших мыслей. Мы не должны бороться за счастливую жизнь. Мы можем просто сознательно выбрать её. Принцип второй. Течение вариантов. Течение вариантов обычно происходит по пути наименьшего сопротивления. В пространстве вариантов есть всё. Но с большей вероятностью реализуются именно оптимальные и наименее энергозатратные варианты. Поэтому второе золотое правило трансерфинга можно сформулировать так. В соответствии с принципом движения по течению, всё нужно стараться делать так, как оно делается наиболее лёгким и простым образом. Не нужно усложнять. Когда вы принимаете решение, разум делает выбор, исходя из логических умозаключений. Однако разум, будучи под давлением стресса или завышенной важности, не всегда выбирает оптимальный вариант действий. Зачастую он склонен к усложнению решения задач. Но правильное решение всегда лежит на поверхности. Это, как правило, самое простое решение. В запутанных и неопределённых ситуациях лучшее, что можно сделать, это успокоиться и понаблюдать за течением вариантов. Речь идёт не о том, чтобы превратиться в безвольный бумажный кораблик на волнах, а о том, чтобы не лупить руками по воде, в то время, как достаточно делать плавные, лёгкие и простые для вас движения. Принцип третий. Волна удачи. Волна удачи в трансерфинге – это благоприятное стечение ситуаций, череда позитивных событий, то, что называют белой полосой в жизни. Чтобы попасть на неё, достаточно просто подхватить эту волну и двигаться вместе с ней. Нужно искренне обрадоваться первому удачному событию и сохранить это приподнятое настроение, правильное мысленное излучение. И тогда ваша трансляция радости, лёгкости и удачи притянет ещё одно благоприятное событие, а затем ещё одно. И вы окажетесь на волне удачи, которая сама несёт вас, а от вас лишь требуется удерживать баланс. Деструктивные маятники могут попытаться скинуть вас с волны удачи, но если вы отбросите важность, то вас не за что будет зацепить. Из этого вы можете запомнить третье правило трансерфинга. Принимая и транслируя негативную энергию, вы создаёте свой индивидуальный ад. Принимая и транслируя положительную энергию, вы создаёте свой индивидуальный рай. Недостаточно лишь закрыться от внешней негативной информации. Вы сами не должны быть источником этого. Закройте свой разум для плохих новостей и откройте его для хороших. Транслируйте позитивную информацию, испытывайте благодарность за малейшие положительные изменения и успехи, и уже скоро вы окажетесь на волне удачи. Принцип 4. Шелест утренних звёзд Материальная реализация перемещается в пространстве вариантов и в результате чего получается то, что мы называем нашей жизнью. В зависимости от наших мыслей и действий реализуются те или иные секторы. Душа имеет доступ к полю информации и видит то, что лежит впереди, в ещё не реализованных, но надвигающихся секторах. Душа знает, что её ждёт впереди, хорошее или плохое. И её чувства разум воспринимает как смутные ощущения душевного комфорта или дискомфорта. Именно это Вадим Зеланд и называет шелест утренних звёзд. Это интуитивные знания, и они сильно могут помочь нам в жизни. Отсюда получаем четвёртое золотое правило трансерфинга. Необходимо прислушиваться к состоянию душевного дискомфорта. Если приходится себя уговаривать, значит душа говорит «нет». Делая выбор или принимая какое-либо решение, прислушивайтесь к тихому внутреннему голосу своей души. Она поможет вам избежать попадания на негативные линии жизни. Принцип пятый. Намерение. Управление реальностью осуществляет не само желание и не просто мысли о желаемом, а твёрдая установка на желаемое. Наше намерение. Намерение – это решимость иметь и действовать. Намерение не рассуждает, достижима цель или нет. Намерение подразумевает, что цель определена. Решение её осуществить уже принято, поэтому остаётся только действовать. Понятие намерения разделяется на два типа. Внутреннее намерение – это намерение что-либо сделать своими силами, воздействовать на окружающий мир, то есть концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Я настаиваю на том, чтобы. Внешнее намерение – это выбор линии жизни в пространстве вариантов. Это позволение самостоятельной реализации варианта, то есть концентрация внимания на том, как цель реализуется сама. Обстоятельства сами складываются так, что… Итак, пятое золотое правило трансерфинга реальности можно сформулировать так. Вы должны идти к своей цели, как за почтой из ящика. Только решимость иметь и переставлять ноги. Перестаньте думать о почте в ящике, как о проблеме. И просто начните переставлять ноги по направлению к нему. Не думайте над проблемой долго. Действуйте, как получается, и тогда проблема разрешится в процессе движения. Принцип шестой. Маятники. Согласно трансерфингу, люди, мыслящие в одном направлении, создают невидимые энергоинформационные структуры, которые напрямую влияют на нас в повседневной жизни. Их называют маятниками или в других источниках есть схожее понятие – эгрегоры. Простыми словами, маятник – это своего рода душа вещи, организации, идеологии или чего-либо еще, что имеет поклонников, сторонников, последователей или фанатиков. Существует множество разновидностей маятников. Маятники могут быть религиозными, политическими, семейными, корпоративными и так далее. Маятник может проявить себя во время какого-нибудь массового публичного мероприятия, например, футбольного матча. Многие материальные вещи, которым люди придают ажиотаж, начинают тоже иметь маятники, например, новый айфон или деньги. Появившись, маятники могут взять под контроль людей, их создавших. У них нет сознания. Единственная цель их существования – черпать энергию их последователей. Чем больше последователей, питающих маятник энергии, тем мощнее маятник. Если количество последователей уменьшается, его вибрации затухают и он рассеивается. Большинство маятников имеют деструктивную природу, поскольку они высасывают энергию из своих последователей и угнетают их. Маятник противопоставляет своих последователей другим группам. Мы хорошие, а они плохие. Маятник агрессивно обвиняет каждого, кто не решил стать последователем и пытается либо привлечь, либо нейтрализовать, уничтожить его. Неважно, любите вы что-то или ненавидите. Неважно, боретесь ли вы за это или вы против этого. В обоих случаях вы раскачиваете этот маятник, и он становится сильнее, питаясь вашей энергией. Маятнику все равно, является ли энергия отрицательной или положительной, обе работают одинаково хорошо для его подпитки и опустошения вас. Основная цель маятника зацепить вас. Средства не важны. Цель состоит в том, чтобы заставить вас думать об этом, отдавая свою энергию. Самый простой способ получить доступ к вашей энергии это вывести вас из равновесия. Когда вы теряете равновесие, вы начинаете раскачиваться на частоте маятника. маятник может управлять вами с помощью страха, комплексов неполноценности, чувства вины и ложной важности. Например, когда маятник захватывает ваш фокус внимания и вы настраиваетесь на его частоту, вы злитесь, испытываете гнев и негодование. Делая это, вы отдаете свою энергию, одновременно переходя к той линии жизни, где имеется избыток того, чего вы так сильно пытаетесь избежать. У вас появляется ощущение, что вещи, которых вы боитесь или презираете, преследуют вас повсюду. С маятником бороться невозможно, не причиняя ущерб себе. Но есть два способа выйти из-под влияния маятника, провал маятника или его гашения. Итак, шестое правило трансерфинга. Чтобы избавиться от маятника, во-первых, нужно осознать, что он существует. Вам нужно успокоиться и скинуть с себя его петлю захвата, начать игнорировать его. А для этого нужно переключиться на что-то другое. Поступая так, вы лишаете его своей энергии. Когда вы спокойны и равнодушны к нему, вы можете сохранить свою энергию и использовать ее для перехода к позитивным изменениям в жизни. Если у вас нет возможности прямо сейчас прекратить взаимодействие с маятником, воспользуйтесь принципом сдать себя в аренду. Физически вы можете продолжать выполнять необходимые действия или находиться в том месте, где не хотели бы, но пока приходится. Но эмоционально выйдите из ситуации и станьте наблюдателем, а не активным участником. Второй способ взаимодействия с маятником – гашение. Требует определенного мастерства. Для этого нужно совершить абсолютно неординарные и непредсказуемые действия, которые вызовут диссонанс и нарушат сценарий маятника. Нужно также знать, что не все маятники несут нам вред. Есть множество безобидных маятников, такие, как маятник спорта или семьи. Принцип седьмой – избыточные потенциалы. Они создаются, когда вы уделяете слишком большое значение определенному объекту или событию. Субъективная оценка искажает объективную реальность, придавая объекту или событию преувеличенные отрицательные или преувеличенные положительные свойства. Избыточные потенциалы невидимы, но они играют значительную и часто коварную роль в жизни людей. Там, где создаются избыточные потенциалы, в игру вступают равновесные силы, направленные на устранение этих избыточных потенциалов. Чтобы понимать причинно-следственные связи событий в своей жизни и вовремя увернуться от возможных надвигающихся проблем, вы можете использовать следующую шпаргалку. Например, вот что будет избыточным потенциалом. Недовольство собой, своими качествами и внешностью. Самобичевание. В этом случае равновесные силы принесут усугубление недостатков. Решением может быть найти в себе достоинство, заняться развитием собственных достоинств, компенсирующих недостатки. Избыточный потенциал, осуждение и недовольство окружающим миром. В этом случае равновесные силы принесут беспомощность и потерю контроля над своей жизнью. Решением может быть принятие мира таким, какой он есть. Следующий потенциал – идеализация, переоценка, создание кумира, зависимость от объекта любви. Равновесные силы принесут развенчание мифов, разочарование. Решением может быть безусловная любовь, безжелание обладания и зависимости от объекта. Следующий потенциал – взгляд свысока на других, осуждение других, высокомерие, чувство превосходства. Результатом будет щелчок по носу и перенос человека на негативные линии жизни, где он сам становится на место тех, кого осуждал. Решением может быть смотреть за собой, направить свою активность на саморазвитие, без сравнения себя с другими. Следующий потенциал – чрезмерное желание что-то иметь и в то же время бездействие. Чем сильнее хочешь, тем меньше получишь – это девиз равновесных сил. Сильное желание нужно переводить в чистое намерение иметь и действовать. Потенциал чувства вины и самобичевания. В этом случае равновесные силы реализуют наказание в жизни. Избежать этого можно, если отказаться от чувства вины и простить себя. Избыточным потенциалом также может быть страх потерять деньги, страх бедности. И это может закончиться переходом на линию жизни, где вас действительно ждет безденежье. Чтобы избежать этого, нужно понять, что деньги – это не цель, а сопутствующий атрибут, приходящий на пути к своей цели. Нужно встречать их с любовью, а расставаться беззаботно, ведь так они выполняют свою функцию. Все избыточные потенциалы в целом можно описать одним словом – важность. Важность является чистейшей формой избыточного потенциала, а равновесные силы создают огромные проблемы для человека, который его вызвал. Из этих знаний мы можем вывести седьмое правило трансерфинга. Чтобы прийти в баланс с внешним миром, иметь свободу от маятников и свободно реализовывать свои желания, нужно снизить важность. После снижения важности вы сразу войдете в состояние равновесия, вы станете пустыми, и маятники не смогут установить свой контроль. Вам не нужно становиться бесчувственной статуей. Вам следует изменить свое отношение и перестать постоянно бороться, помня, что у вас всегда есть право выбора. А теперь пора озвучить ваш выбор, ваше намерение, какую жизнь выбираете вы. ваше ваше